Honor 50, Oka F3. Забавно, но факт. Привет всем, вы на канале QQ, с вами Андрей и на столе у меня два телефона, которые мы сейчас с вами, конечно же, будем сравнивать. Honor 50 против Oka F3. Есть что сравнить? Есть что сравнить? Да есть однозначно, что сравнить. На самом деле, два телефона, которые очень сильно отличаются и в то же время по каким-то вещам очень сильно похожи. Наша задача понять сейчас, насколько один лучше другого, насколько доплата, допустим, стоит себя, стоит ли она вообще того и на что в первую очередь стоит обратить внимание. Как обычно, если останутся какие-то вопросы или захотите дополнить обзор, ждем всех в комментариях под видео. Под этим видео будут ссылки на покупку этих двух телефонов, замечательных, по хорошим ценам, в магазине QQ.RU с быстрой доставкой. Ссылочки есть под видео. Ну а в комментариях мы традиционно устраиваем розыгрыш одного классного смартфона, может быть даже из этих двух. Для участия в розыгрыше нужно написать один комментарий, быть подписан на наш канал и открыть подписки, это обязательный третий пункт. В начале следующего месяца в прямом эфире на этом канале мы проведем розыгрыш. Ждите анонсов, разыграем один классный смартфон и кучку промокодов, так что удачи. Присы отправляем только по России. По большому счету вот это сравнение получается с таким субфлагманом против субфлагмана. Хотя у них и разница довольно-таки большая, но действительно эти телефоны мне прямо сразу, вот я Honor 50 получили, мы на обзор, и такой думаю, с кем сравнить? Так, вот с этим, вот с этим и Poco F3 обязательно. Один из первых этот смартфон пришел мне в голову и неспроста. Один из лучших смартфонов, который мы видели до 30 тысяч рублей и до сих пор остается одним из лучших по соотношению производительность, экран, автономность, получаемый функционал. По камере как бы так, ну в общем давайте по порядку. И по внешнему виду, как по мне, из этих двух однозначно с лицевой стороны побеждает Honor 50. Хотя здесь, конечно, могут кто-то поспорить, сказать, что изогнутый дисплей, который в Honor 50 это такое себе. Вот эти изогнутые края не все любят. Сам по себе дисплей, если разбить, то дорого. Но выглядит, черт возьми, эффектно. Очень тонкие рамки по бокам и снизу и сверху они тоже тоньше, чем на Xiaomi. Побольше, конечно, вырез под серфи-камеру, но вот воспринимается дисплей намного лучше. Да, он чуть-чуть поменьше. Здесь 6,5 дюймов у Xiaomi на одну десятую больше. Но вот именно восприятие экрана, да и в принципе самому смартфону в руках, оно отличается в пользу Honor. Сам смартфон при этом ощутимо так меньше, лучше лежит в руке, чем Xiaomi. Оба телефона при этом имеют стеклянные задние крышки, причем оба максимально глянцевые. И честно говоря, вот я, конечно, долго не мог понять, пластик это или стекло. Но все-таки только это все глянцевое, что без чехла, конечно, использовать это будет некомфортно. В комплекте с обоими телефонами чехольчик, конечно, есть. Чушь, но на первое время хватит. Конечно, нормальный чехол лучше сразу заботиться приобретением на старте. При этом по остальным элементам у смартфонов тоже есть важное различие. По модуле камеры не могу сказать, что побеждает. В принципе, по задней крышке, как сказал, она и там, и там пластиковая. Но модуль камеры у обоих смартфонов выглядит весьма интересно. Такие фокус на основной камере и дополнительные так сбоку припеку идут. Здесь как бы задняя крышка на ваш вкус оставляю. Но у Xiaomi Poco F3 есть дополнительный плюс. Справа находятся качельки громкости и кнопка включения блокировки. У Poco F3 кнопка включения блокировки совмещена с отпечатком пальцев, в то время как у Honor этот отпечаток встроен в дисплей. Да, он быстрый. Да, он классный. Да, он точно распознает весьма все ваши касания. Но все-таки немного быстрее отпечаток в Poco F3. Физический, встроенный именно в клавишу. Все равно это остается до сих пор лидером по скорости, по эффективности работы. Даже несмотря на неплохой сенсор отпечатка именно в Honor 50. Сверху смартфонов у Honor есть только дополнительные микрофоны. В то время как у Xiaomi здесь есть дополнительный инфракрасный датчик для управления разной техникой. Еще и второй динамик. Напоминаю, что Honor не имеет стерео вообще. Динамик здесь один находится, он снизу. В то время как у Xiaomi Poco F3 динамика два. Стерео здесь есть и за это еще один важный плюс. И вот как раз сверху имеется прорезь для второго. На левой стороне оба телефона не имеют ничего. Все чистенько. Ну и наконец снизу у обоих телефонов разъем USB Type-C для быстрой зарядки. Оба телефона поддерживают быструю зарядку. Но подробнее чуть-чуть позже. Здесь же основной динамик, микрофон и наконец слот для двух сим-карт. У Honor поддержки карт памяти нету, у Xiaomi есть. Но в остальном оба телефона лишены, конечно, беспородной зарядки. И влагозащита официально не заявлена ни для Xiaomi, ни для Honor. В принципе, по внешнему виду, за счет скругленных краев и вообще того, как он лежит в руке, он чуть-чуть поменьше. Ощущается прям сильно меньше. Honor 50 выглядит поинтереснее. Но тут, конечно, на вкус и цвет. Кто не любит скругленные углы, тот, конечно, выскажется в пользу Poco F3. Возможно, тоже будет прав. Вот по поводу дисплеев есть что сказать. Дисплеи здесь разные. 6,5 дюймов у Honor, 6,7 почти. Ну, 6,67, если быть точным. У Poco F3 чуть-чуть больше Poco F3 дисплей. Но и там, и там Full HD дисплей с поддержкой повышенной частоты развертки по 120 Гц. Это касается и Honor и Poco F3. Но разница в экранах Super OLED-матрица у Poco F3 и просто OLED-матрица у Honor 50. По факту, на самом деле, оба дисплея просто отличные. Вопросов к ним никаких. Очень плавная картинка за счет повышенной плавности интерфейса, повышенной герцовки сам по себе. Хороший запас по яркости, очень высокая контрастность. Есть темная тема, OOSON дисплей есть также на обоих телефонах. Мерцание, конечно, тоже присутствует, и функций устранения мерцания нет ни в Honor, ни в Xiaomi. Но глаза, на самом деле, это не бросается, только на низкой яркости. Сами все дисплеи оба, на самом деле, хороши. Немного побелее и чуть-чуть поярче в данном случае, опять же, оказывается Honor 50. Почему опять же? Потому что Samsung A52 с Samsung AMOLED-матрицей тоже оказался немножко тусклее. Но, в принципе, могу сказать, что дисплеи здесь в обоих телефонах одинаково хорошие. Вопросов к ним особо нет. С начинкой вот смартфоны тоже отличаются, но уже в пользу Xiaomi. Huawei имеет очень мощный, современный, хороший процессор Snapdragon 778G. Оперативной памяти 6, 8 или 12 ГБ. У меня конкретно версия на 8 ГБ оперативной памяти. В то время как Poco F3 имеет процессор Snapdragon 8 серии 870. Оперативной памяти также 6 или 8 ГБ. На самом деле, разница в производительности, по сути, будет больше на бумаге. Потому что оба телефона работают максимально быстро. И могу сказать, что даже по скорости работы они одинаковые. И, в принципе, не ошибусь. Потому что вот как рабочая лошадка оба телефона показывают себя замечательно. Плавная анимация, все быстро открывается, загружается. Все здорово. И то же самое касается, в принципе, и игр. Да, в Antutu, конечно же, ожидаемо больше баллов набирает Snapdragon 870 по сравнению с 778. Но все-таки, вот если так положа руку на сердце, и для игрушек в высоких настройках, максимальных настройках, и для стандартных задач повседневных, оба телефона подходят, в принципе, одинаково. В игрушках только кое-где можно будет поставить максимальные настройки Poco F3. Но, в принципе, на высоких настройках комфортно играть также и на Honor 50. В плане производительности есть небольшое преимущество у Poco F3. Но оно действительно небольшое. На глаз его, более того, не играя в игры, отличить будет крайне сложно. По батарейке, на самом деле, телефоны не так сильно отличаются. 4300 мА у Honor 50 и 4500 у Poco F3. Ранница, на самом деле, небольшая, учитывая примерно одинаковые дисплеи, примерно одинаковые технологии отображения. Это OLED и там, и там просто. Просто сами матрицы немножко различные. И процессоры, и там, и там, современные телефоны живут одинаково. Прям одинаково. В режиме 120 Гц частота дисплея при весьма активной нагрузке и Poco F3, и Honor 50 это смартфоны где-то на один день. 20 дня и у Honor, и у Poco остается где-то 20 с небольшим процентов заряда. И, в принципе, это хватит еще на какое-то время, конечно. Но больше выжить сложновато. При этом оба телефона заряжаются быстро, беспородной зарядки здесь нет, у него дома из этих телефонов. Но с Honor 50 в комплекте идет зарядка на 66 Вт, с Poco F3 на 33 Вт. И Poco F3 полностью от 0 до 100% заряжается за 50 минут, в то время как Honor 50 за 35 где-то минут. И за 15 минут Honor 50 заряжается уже на практически 70%, в то время как Poco F3 чуть больше 50. Камера. Селфи-камера в Honor 32 Мп, 20 Мп в Poco F3. Больше нравится откровенно камера в Honor, не знаю почему, не в Мп, к счастью, а именно в том, как картинка обрабатывается. Просто больше нравится в Honor, хотя и в Poco F3 она неплохая. Основная же камера отличается практически всем, кроме двух модулей. Основная камера в Honor 108 Мп, в то время как в Poco F3 всего лишь 48 Мп. Ширкугольная камера в обоих телефонах по 8 Мп. И наконец Poco F3, третья камера 5 Мп, это макрокамера, в то время как в Honor 50 это две камеры уже по 2 Мп. Макрокамера и камера для портретных снимков. Дополнительная камера говорить подробно не будем. Макрокамера, конечно, лучше в Xiaomi, ширкугольная одинаковая. Основная камера, разница в Мп вроде как глобальная. 48 Мп сиомишных еще против 108 Мп, которые стоят в Honor 50, казалось бы. Но, как вы знаете, не в Мп, далеко счастье и надо сравнивать отдельно. В принципе, хорошие камеры в Poco F3-то и не щеголял. Всегда упор здесь был на производительность, на игровую составляющую, допустим, на дисплей. Камера здесь ставилась постольку поскольку. В принципе, Poco F3 не стал исключением. И, конечно, в этом сравнении при даже хорошем освещении Poco F3 в Honor 50 проигрывает. Снимки при хорошем освещении даже днем на Poco получаются ощутимо проще. Цветопередача хуже, снимки темнее. И они неплохие, они не отвратительные, если вот как-то так можно подумать. Но на Honor 50 просто хорошие снимки при хорошем освещении. На Poco F3 они похуже. На пару баллов это прям нормально, похуже, видно, очевидно. Но похуже. Другой вопрос, что это мы делали фокус отдельный в обзоре Honor 50. При более сложных условиях, вечер-ночь, Honor 50 очень сильно пасует в авторежиме даже. И появляется много шумов и расфокусов. И вот в этот момент Poco F3, сейчас который уже на рынке существует несколько месяцев, немного обходит даже Honor в том, что называется качество фотографий. Это удивительно, особенно касается ночного режима. Но в ночном режиме Honor 50 и Poco F3 еще могут соревноваться. Но это именно в авторежиме лучше, проще получить хорошие снимки на Poco F3. Забавно, но факт. И в части видео фактически по картинке остается та же самая проблема. Видео на Poco F3 темнее. И из-за этого мне понравилось ощутимо меньше, чем на Honor 50. Но, на удивление мое, стабилизация на Honor 50 отрабатывает более грубо, если ты камера, допустим, как-то дрожит или ты ходишь, чем на Poco F3. Здесь, возможно, сказывается уже как раз преимущество процессора, который в Poco F3 мощнее и обработка изображения тоже будет получше. В том числе подавление дрожания. Но только на это подсвало, что могу сослаться. Как итог, пока что очень странно, потому что днем ощутимо лучше фотографирует Honor 50. Видно, что камера лучше. Прям вот сильно видно, что камера лучше. Но в ночном режиме сейчас конкретно смартфон только вышел. Вот недавно Honor 50, видимо, еще будут подтягивать. Снимки на Honor 50 вечером ночью менее стабильны, чем на тот же самый Poco F3. Но тут надо время. Ну и по части видео плюс-минус, но картинка побольше нравится, опять же, на Honor. Оригиналы, фото и видео на этот телефон можете сами оценить. Ссылка будет в описании. Со звуком у телефона, в принципе, сравнивать-то особо нечего. Нет разъема для наушников ни там, ни там. Стерео есть у Poco, у Honor нету. Это, конечно, плохо. По связи смартфоны абсолютно идентичные. Две сим-карты, есть поддержка NFC, Google Pay, все сервисы в Honor 50 тоже присутствуют. Поэтому и сим-карты, и связь, и GPS, и GLONASS, все этих телефонов полностью идентичны. Работает телефон на Android. Android 11 версии и в Honor и в Poco. Оболочка отличается, конечно, сильно. MIUI Xiaomi в Poco F3 и в Honor это Magic UI 4 версии. Функционала много и там, и там, побольше все-таки из этих двух телефонов у Xiaomi. Не могу сказать, что какие-то проблемные прошивки то там, то тут, но все-таки больше оперативной памяти кушает прошивка от Xiaomi. Ну, конечно, Google сервисы в Honor 50 версии для России есть. Они работают, с ними никаких проблем нет. Ну, мусора, кстати, ощутимо меньше вот в Honor. Вот в прошивке именно мусора вот этого всякого рекламного уведомлений, всяких приложений здесь Xiaomi себе не изменяет. Вывод. Давайте подведем вывод. На самом деле из этих двух смартфонов все достаточно просто, опять же, оказалось. Чуть-чуть мощнее Poco F3. За счет этого внезапно немножко получше стабилизация работает в видео. Но в остальном, честно говоря, Honor 50 выглядит поинтереснее. Причем выглядит во всех смыслах. И выглядит с лицевой стороны за счет скругленного дисплея. В том числе ощутимо, ну, видно, что матрица в нем лучше. Вопрос только ее сейчас дооптимизировать, чтобы прошивка еще могла и ночью, и вечером могла в авторежиме делать нормальные кадры, а не как смартфон за 15 тысяч рублей. Поэтому нужно только немного подождать. Да, здесь нету влагозащиты, нету стерео. Ну, как бы стерео, стерео, да, пожалуй, что еще один плюс Poco F3. В остальном, честно говоря, вот мне больше из этих двух смартфонов Honor 50. Мощнее чуть-чуть Poco F3, но спокойнее душе будет и посимпатичнее в руке при покупке Honor 50. Так что выбор, конечно, в остальном за вами. Оба телефона по-своему хороши. Посмотрите внимательно, сколько они стоят, какая разница в цене. И сделайте правильный выбор. Актуальные цены эти смартфоны найдете по ссылке под видео в магазине kik.ru в разных цветах и версиях. Ну, конечно, задавайте свои вопросы в комментариях, если что-то интересно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Андрей, kik.ru. Пока.